В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Утром 30 января в разных частях города прошли массовые эвакуации из больниц. Как стало известно, причиной стали не учения, а анонимные сообщения с угрозами. Все подробности в рубрике «Сводка». Людей выводят сейчас. Как стало известно, сообщения пришли на электронные почты 13 больниц. Рассылка была утром и медики экстренно эвакуировали пациентов и вызвали полицию, саперов и ФСБ. Прибежала медсестра с врачами, начали эвакуировать себя. Сказали, самое главное, взять вещи, документы, паспорта, деньги, одежду, у кого была с собой. В аппетитационных. Врачи остались продолжать делать операцию. Не оставят больных. Часть больных железнодорожной больницы увели в соседнее здание, а также в пожарную часть номер 3. Одновременно с этим полицейское отцепление было установлено у правительства области. Как и в больницах, там работали кинологи с собаками. Вывели на улицу после пожарной сигнализации работников городской администрации. После проверки здания все вернулись на свои рабочие места. Информации о найденных взрывных устройствах пока не поступало. Напомним, волна сообщений о минировании зданий в разных городах России началась 22 января. Первые массовые эвакуации прошли на Камчатке, а затем волна захватила все дальневосточные регионы и Сибирь. 29 января сообщения о минировании стали поступать в учреждения и торговые центры Урала. Сейчас сотрудники ФСБ проводят проверку, а анонимам, которые сделали эту рассылку, может грозить уголовная ответственность по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В Зуевском районе вынесли приговор за групповое похищение подростка. Трое молодых людей, двум из которых было 18 лет, а одному 16, избили 17-летнего потерпевшего. Удары наносили металлической битой, пластмассовой трубой. Затем, угрожая шокером, затащили потерпевшего в багажник автомобиля и увезли его в дом одного из обвиняемых. Там удерживали, а потом отпустили. В итоге в суде криминальная троица раскаялась в содеянном, возместила моральный ущерб. 18-летним обвиняемым дали 3 года условно, их 16-летнему подельнику 2,5 года условно. Приговор вступил в законную силу. Прокуратура закончила проверку по факту падения 7-летней девочки из 4-метровой высоты в Чепецком центре детского творчества. ЧП произошло 10 января вечером. После окончания занятия в кружке рукоделия девочка собралась домой. Спускаясь с лестницы, она забралась на перила и повисла на них. Ребенка перевесила и школьница упала. Девочка получила серьезные травмы головы, бригада скорой помощи ее госпитализировала. По итогам прокурорской проверки вынесено представление в отношении директора центра детского творчества. Михаил Вагин, Оксана Горячкина, место происшествия.